Ребят, всем привет! С вами, как всегда, JumboMax, и сегодня мы с вами поговорим о техническом состоянии игры Cyberpunk 2077 с патчем для новых консолей. Да, ребят, у нас частично хорошие новости, мы все-таки дождались патча оптимизации для новых консолей, которые мы сегодня и проверим. К сожалению, данная игра прошла просто суще от разработки, имела очень большой продолжительный период, когда просто огромнейшая масса игроков хейтила эту игру, кстати, и продолжает хейтить из-за некоторых моментов. Все даже доходило до того, что игру удаляли с PlayStation Store, возвращали деньги, кому попало, то есть, ну, короче, полный бардак был. Если вдруг кто-то не в курсе, то данную игру в большинстве своем ругали именно за техническое состояние, за баги, лаги, за оптимизацию, потому что на ПК, на консолях в нее было ужасно играть. Это реально было по факту, в принципе, вся эта ругань, она оправдана. Я, кстати, эту игру предзаказывал в самом начале, но я ее не прошел до конца, поскольку я захотел все-таки дождаться патча, дождаться обновления, чтобы вот эти все элементы, которые могли бы мне испортить настрой, впечатление от игры, они, кстати, реально подпортили, потому что когда ты заходишь в игру, у тебя там что-то светится, пропадает, это не очень. Я, соответственно, решил дождаться вот этого патча и потихонечку ее проходить, ну, и когда у меня будет свободное время. Я надеюсь, что оно будет. Просто мне игры проходить, по сути, не к спеху, никакой обзоры не надо писать, я просто от этой игры хочу получить удовольствие и очень надеюсь, что этот патч, он сделает игру как минимум более-менее идеальной. Ребят, если вдруг кто-то из вас тоже купил однажды гиперпанк, но до сих пор я не прошел в надежде получить хороший патч, то напишите об этом в комментариях. Также у этой игры много кого бесила вот именно дорога контента, которая обещала сделать тот или иной контент, обновление в тот или иной срок, но дело в том, что вот эта вот картинка, она ничего такого не давала, она на самом деле очень сильно отличалась с реальностью и все сроки, они просто просрали. И глядя на эту ситуацию, у меня в голове одна мысль, этот проект реально проклят, но несмотря на это, разработчики все-таки пытаются допилить киберпанк до идеала, да, все-таки выпускают какие-то патчи, доработки, обновления, но сегодня мы об этом и поговорим. А именно поговорим, как она идет на новых консолях. Кстати, чтобы найти консоль нового поколения, а именно Xbox Series X, советую искать на e-каталог. Там вы сможете и прочитать технические характеристики, найти самые выгодные и доступные предложения, что в наше время очень важно. Сможете почитать отзывы ребят, чтобы понять все минусы и плюсы той или иной консоли, но еще здесь есть динамика цен. Помимо всего, здесь можно найти статьи и обзоры по той или иной технике для того, чтобы проще сделать свой выбор. Поэтому, если вдруг ищете себе консоль нового поколения, смартфоны, ноутбуки или прочую электронную технику, то советую вам использовать e-каталог, ведь он теперь доступен и в Казахстане. Если что, кстати, вот это вот обновление для новых консолей, это не единственное добавление. Дело в том, что теперь каждый может, кто не купил эту игру, попробовать киберпанк в течение 5 часов. Поэтому, если вдруг вы думаете, покупать эту игру или нет, или хотите посмотреть, как она идет на вашей консоли, то используйте 5-часовую версию, и тогда вы, думаю, беспроблемно играетесь и поймет, стоит денег игра или нет. Она, кстати, стоит всего лишь 30 баксов сейчас, но поговаривают, что ее, возможно, добавят в Xbox Game Pass. И, кстати, слухи ходили очень давно и продолжают ходить, и мне почему-то кажется, что так оно и будет. И будет, я думаю, либо в ближайшем времени, либо тогда, когда на киберпанк будет еще один скидон, но более жирный. Поэтому будьте к этому внимательны. В общем, давайте начнем тестировать. Есть что, обновление у меня, кстати, скачано. Игра занимает, сейчас вам скажу, сколько, около, по-моему, 70 гигабайт, хотя у меня писало 54-120. Ладно, сейчас мы по-другому посмотрим, сколько оно у нас здесь весит. 62 гигабайта на консоли Xbox Series X. Кстати, очень странно, что у меня она все-таки установлена на двух дисках, поскольку вчера я удалял с одного диска, но, видимо, она скачалась еще раз. Очень странная фигня. С этим обновлением, если что, добавили очень много всяких доработок, нововведений, по типу исправлений. Вы можете увидеть этот список у себя на экране. Но, опять же, самое главное, нас интересует в этой игре именно производительность. Поговорят, что на Xbox Series X ввели два режима. Это 4К и 30 фпс с трассировкой лучей. Это, типа, прикольно, да. И производительность именно тогда, когда игра идет в динамическом 4К и в 60 фпс. Но, как и ребята, которые тестировали именно, которые шарят за всю технику, за сравнение, они говорят, что разрешение в любом случае прыгает. И, соответственно, какого-то трушного 4К тут, видите, можно в малых случаях. В общем, это у нас Cyberpunk. Сейчас у нас работает режим 60 фпс и 4К. И, знаете, когда вот я сюда зашел, я не вижу каких-то кардинальных отличий от того, что было. Потому что на Xbox Series X до вот этого обновления игра шла довольно-таки неплохо. Да, и каких-то прям кардинальных изменений я не вижу. Единственное, может быть, на что можно обратить внимание, да, так это на дальность прорисовки. Она стала чуть больше. Соответственно, вдали видно больше всяких элементов. И они не прогружаются, как вот, знаете, бывает такая пикселизация. Они так оп и появляются. В целом, нормально. Давайте сядем в машину сейчас. Выматывай отсюда. Вот, кстати, поговаривалось, что здесь изменили управление от первого лица машиной. И, возможно, оно стало лучше. Возможно. Опять же, я не настолько много играл в Cyberpunk, чтобы вот прям 100% вам сказать насчет всех этих изменений. Но в целом... Либо так же, как и было, либо стало чуть получше. То есть дискомфорта это вообще не вызывает. Плюс, насколько я понимаю, добавили вот эту физику качания, да. Но, в целом, нормально. Если что, это у нас пока что, опять же, напоминаю, идет 60 FPS. Давайте выйдем из машины. И включим, кстати, вот режим включается, насколько я понял, без всякой этой... Без перезагрузки игры. То есть сейчас вы можете заметить разницу с трассировкой лучей. Все, это уже у нас пошло 30 FPS. Вы можете увидеть эту маленькую боль. Честно, 30 FPS здесь некомфортно. И просто, знаете, я вот, например, отличаю комфортные 30 FPS и некомфортные. Здесь они не особо комфортные, потому что... Здесь реально, как-то, знаете, прям... Ну... Вы сами можете заметить, да. Все очень смазано. И после 60 FPS реально некомфортно, например, прицеливаться. И находиться вот в данной игре. Хотя, может быть, кто-то, если привык, да, не играть в 60, А тому, может быть, сойдет. Но, как по мне, да, вот так вот бегать в 30 FPS, это жестко. Давайте вот, смотрите, это довольно-таки хороший вид. На то, чтобы посмотреть, как игра идет без трассировки. Дело в том, что у нас была трассировка. Но! Сразу предупреждаю, что трассировка лучей, она не связана с отражениями. Дело в том, что здесь применена технология, опять же, трассировки лучей теней. Но, насколько это классно или насколько нет, Вы можете сейчас увидеть. Еще раз переключим, потому что я разницы, если честно, в упор пока не понял. Но, если я правильно понял, да, то вот здесь и вот как-то в общем плане теней будто становится больше. Но, если бы я не знал супер-мегу терминологию трассировка лучей, да, и не знал, что если что-то поменяется именно в трассировке, я бы не сказал, что как-то кардинально. Честно. Потому что, что так, что вот так, как по мне, игра выглядит плюс-минус одинаково. То есть, сказать, что, например, с трассировкой лучей игра смотрится как-то лучше, наверное, нет. Когда я буду проходить киберпанк, я, наверное, предпочтение все-таки отдам именно 60 фпсами, потому что в них играть намного комфортнее. Намного, я бы сказал. Давайте, может быть, попробуем еще на какой-нибудь вид. Ну-ка, постреляем. Постреляем. Не, в 60 фпс намного лучше играется, чем в 30. Давайте вот сейчас переключим. Просто, знаете, вот здесь 30 фпс ощущается, наверное, ровно так же, как ощущается при форзе. То есть, управление немножко становится заторможенным и проблематично как-то целится. Ну, вроде все, да? Ну-ка, давайте сейчас на машине попробуем поездить. Кстати, что я вам хотел еще сказать. К сожалению, даже несмотря на вот эту вот трассировку, на патч оптимизации, на Xbox Series S, к сожалению, нету ни трассировки, ни 60 фпс. На мой взгляд, это вообще critical situation, потому что консоль все-таки нового поколения, да? Как нам заявляли много раз, что консоль, она не будет ничем отличаться, кроме как разрешения. Но, глядя на Dane Light 2 и на Cyberpunk, да? На который не подвезли 60 фпс, непонятно почему. И непонятно, зачем они на S-ке добились 2к, но не добились 60 фпс. Это вообще очень странно, потому что могли бы завести два режима, 1080p и 60 фпс. Там 2к и 30 фпс. Но они почему-то этого не сделали, решили, что так будет лучше. Может быть, по каким-то причинам они просто не смогли этого сделать. Но, честно, ситуация очень плачевная, потому что я прекрасно понимаю всех обладателей консолей Xbox Series S, типа, какого хрена, какого хрена, да? Какие-то разрабы могут добавить в течение времени 60 фпс, а именно как в Assassin's Creed в Альгале, да? А некоторые разработчики нет. Это, на самом деле, очень плачевно и... Ну, это реально фигово. Вот. Потому что, если, например, 30 фпс ощущается ровно так же, как и здесь, да? Играть не особо комфортно. Можно, без проблем. Вы, я думаю, в любом случае получите удовольствие от игры. Но, так или иначе, какого-то сильного комфорта и именно, знаете, такого аргумента, типа, вот, не зря я купил Xbox Series S и прохожу на нем Cyberpunk, вы не получите. Потому что она идет, по-моему, практически так же, как и на Xbox One X. Вот это я, если честно, вообще не понимаю. Также я, знаете, немножко грущу. Мне, на самом деле, на это пофиг, опять же, повторяюсь, что, несмотря на 12 терафлопс, да, ну, представьте, по сути, в два раза, чем на Xbox One X, мы видим здесь все равно 4К разрешение динамическое. Да, и, ну, опять же, я не очень понимаю, в связи с этими какими-то тестами, в связи с этими показателями, на кучер 12 терафлопс, да, если все равно плюс-минус одинаковая ситуация, как в восьмом поколении, так и в девятом. Потому что, знаете, раньше я думал, что вот вам, нам консоль сейчас подвезут, супермощную, да, и там мы будем видеть, ну, практически всегда максимальные показатели. Ну, вы поняли. Вот, поэтому как так. Не сказал бы, что в течение времени игра стала как-то значительно лучше. Возможно, подправили многие элементы, по типу, опять же, подгрузка NPC, да, там, может быть, какие-то технические моменты, как все это, все ведутся, как машина ездит и так далее. Но тогда, когда ты в эту игру не особо играешь, после патча оптимизации я бы не сказал, что, опять же, кардинально все изменилось. Кстати, тест на Xbox Series S вы можете посмотреть у Vigil. Я думаю, что он заснимет этот видос, также выскажется. Поэтому, если вы захотите посмотреть, как данная игра идет на Xbox Series S и узнать мнение, да, человека, который играет на этой консоли, то переходите на канал Vigil. Я думаю, что он это обязательно сделает. Вот, в принципе, как-то так. Знаете, даже несмотря на это, на все вот эти вот проблемы с игрой, на все вот эти вот недоработки, мне почему-то Поляков хочется оправдать, потому что в этой игре я чувствую душу. Но тем, что они старались. И вообще, мир Киберпанка, на мой взгляд, он очень харизматичный. Хочется играть, хочется проникаться историей. И, наверное, хочется проживать просто жизнь за этого персонажа, поскольку, знаете, чувство такое же, как в Red Dead Redemption 2. Да, то есть, ты хотел прожить жизнь за Артура Моргана. И, по сути, глядя на эмоции после прохождения моего брата, на эмоции прохождения других людей, они хвалят эту игру. И эта игра явно, как бы, не заслуживает той ситуации, в которой она оказалась. И, знаете, очень обидно, что, например, вот эта вот игра, она не попала ни в одну из номинаций. И, поскольку, я думаю, если бы... Опа, опа, вы видели, да? Она, по-моему, немножко лагнула здесь, не ошибаюсь. Вот, если бы она попала бы в какую-нибудь номинацию, я думаю, чтобы она ее выиграла. Потому что игра, по мнению игроков, мне кажется, она могла бы заслужить. Потому что, опять же, хвалит просто тематику игры и сюжет. Ну, а также просто проработку, ну, грубо говоря, идею. Конечно, техническая часть игры все равно, мне кажется, оставляет желать лучшего. Как минимум 60 фпс на Xbox Series S. Но, в целом, вот, ситуация такая. Не сказал бы, что она супер-мега-радостная, что как-то кардинально они за год там проработали. Может, знаете, с точки зрения разработчиков, которые видели намного больше каких-то минусов и недоработок, это классно. Но, с точки зрения обычного игрока, который пару раз запустил, чтобы проверить Cyberpunk, как идет на... Сранная какая-то тень у него, нет? Как, ну, проверить на консоли изменений, на самом деле, не так много. Поэтому, вот, как-то так. Что касаемо оптимизации для консоли Xbox One, то там, поговариваю, что тоже, как бы, ситуация не сильно отличается от той, которая была. Да, там все еще 900p. На Xbox One X, по-моему, если я, опять же, не ошибаюсь, там 2K и 30 фпс. И, знаете, я все-таки подождал бы, пока на Xbox Series S завезут 60. Я надеюсь, они все-таки сделают это каким-то чудом, потому что, если они этого не сделают, и на Xbox Series S больше будет продолжаться таких вот ситуаций, что игра попросту не идет, да, в 60 fps. Опять же, непонятно, зачем они добиваются, там, 2K, да, повышенного разрешения, когда можно все-таки свои силы пустить на частоту кадров. Но не суть. Вот, если такие ситуации будут продолжаться с играми, да, и какие-то вот подобные игры, они будут все-таки получать только 30 fps, то, к сожалению, я думаю, что в середине поколения нас ждет не очень хорошая ситуация, да. И, опять же, я верю в консоль Xbox Series S, но просто по плану майков, да, это может все обрушиться. Опять же, об этом я, наверное, поговорю в одном из следующих роликов. Опять же, это моя теория, она может вообще не подтвердиться, но если подтвердиться, к сожалению, многие расстроятся. В общем, вот такой вот видос насчет Киберпанка, обязательно пишите, увидели ли вы каких-то кардинальных изменений, и как вам трассировка лучей, которую лично я вообще особо не заметил, потому что для меня трассировка лучей, это вот как, знаете, в первом ролике в Майнкрафт показали, вот это действительно как-то вау-эффект. А то, что вот здесь были якобы какие-то тени с трассировкой лучей, ну, что в Кулваре, что в Киберпанке, я ничего такого не заметил. Как по мне, если бы показали обычные тени без какой-либо трассировки, я бы, наверное, не заметил бы разницы. В общем, вот как-то так, если понравилось видос, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно пишите свое мнение, и до новых встреч.